Вообще, я должна сказать, что со стороны Казахстана сегодня мы наблюдаем ряд действий в разных европейских странах, которые направлены против лиц, которые выражают как открыто критическое мнение о действующем режиме во главе с Назарбаевым. И, безусловно, тут отчетливо видно преследование одного из самых ярких критиков казахской политики, это Мусара Аблязова и тех, кто поддерживает его позицию. Все процессы, которые мы наблюдали в Италии, они начали проявляться в других соседних европейских государствах в Испании. И вот задержание и арест Мусара Аблязова во Франции. По моему мнению, это задержание было связано скорее как реакция на оперативную информацию, что на территории Франции находится человек под другим именем. И наверняка ему присутствуют преступления, которые не могут не привлечь внимания правоохранительных органов Франции, ввиду того, что они во Франции, вопрос обеспечения безопасности граждан Франции стоит очень остро. И поэтому, я думаю, что совершенно логично получить такую информацию, они его задержали. Выяснили, что действительно, это Мусара Аблязов, находится он во Франции по другим именем, по паспорту другой африканской страны. То есть, да, так оно и есть, но это не является фактом преступления. То есть, это говорит о том, что человек был вынужден в силу защиты своих интересов и обеспечения собственной безопасности получить паспорт страны, которая в курсе о том, что он меняет фамилию. То есть, он это сделал совершенно законно. Другой вопрос, что уже после этого во Франции было заявлено о причинах, почему сделал этот Аблязов. И тут возникают другие механизмы защиты иностранца, которые в данном случае просто вынуждены скрывать свое местонахождение, опять-таки в силу интереса собственной безопасности и проявления своей гражданской позиции. Поэтому я считаю, что Аблязов – это один из ярких критиков в Центральной Азии, которые очень адекватно реагируют на те процессы, репрессионные процессы, которые скорее связаны с репрессиями в Казахстане и за пределами Казахстана, если это касается граждан Казахстана. Я думаю, что на самом деле в Афранции достаточно хорошее поле правовое для его защиты. У Франции есть большой опыт сохранять свои экономические интересы в сотрудничестве со странами Центральной Азии и одновременно обеспечивать критикам режима безопасность на собственной территории. Франция является одной из стран, ведущих стран в области защиты прав беженцев в соответствии с Конвенцией ООН о статусе беженцев. И поскольку господин Аблязов находится под международной защитой в соответствии с решением Великобритании о предоставлении политического убежища, то Франция будет обеспечивать международную защиту, как и обязана это делать любая страна, токусавшая и репрессионировавшая эту Конвенцию. И поскольку у Аблязова есть адвокат, есть доступ к защите и созданы все необходимые условия для того, чтобы он мог быть обеспечен защитой. Я думаю, что возникает проблема в длительности проходов. А сейчас так совпало, что в этот период отпусков не всегда адвокаты могут находиться здесь на месте. И процессы защиты и миграционные процессы идут достаточно медленнее, чем в остальное время года. Тем не менее, у него есть все основания не беспокоиться за собственную безопасность, тем более, что международная организация Energy International уже выразила свою позицию, и наша организация в ближайшее время тоже сделает свое заявление. Мы считаем, что Аблязову необходимо обеспечить все условия для того, чтобы он не был выдан по экстрадиционному запросу ни в какую из стран бывшего союза, потому что все эти страны связаны между собой договором о правовой взаимопомощи, и все они очень грешны своей практикой, как и Украина, и Россия, и Казахстан. Поэтому есть серьезная угроза в случае его выдачи в эти страны оказаться в казахских застенках и, в общем-то, быть лишенным всякой безопасности. В Франции есть большой опыт сотрудничества со странами Центральной Азии и другими странами, и вместе с тем Франция по сравнению с другими государствами, тем более по сравнению с Центрально-Азиатскими республиками, умеет выполнять свои международные обязательства. У них есть обязательства по выполнению Конвенции ООН о статусе беженцев, Конвенции ООН против пыток. Если адвокаты и сам заявитель могут доказать о том, что ему грозит опасность в соответствии с третьей статьей Конвенции ООН против пыток, то Франция, конечно, встанет на защиту Облязова. Если он будет в данном случае не совсем активно проявлять свою позицию и предоставлять необходимые доказательства, то, естественно, Франция займет принципиальную позицию, и если ее не смогут убедить, то он будет выдан. Поэтому я считаю, что здесь нужно усилить работу в сторону защиты и самому Облязову убедить Францию в том, что ему опасно возвращаться в Казахстан. И все, понимаете? То есть это нормальная процедура, через которую проходят тысячи иностранцев в этой стране. Это отлаженная правовая процедура, в которой каждый должен соблюдать права и обязанности.